И вернемся к самой заметной теме в украинской политике этой недели обращение депутата Верховной Рады ко Вселенскому Патриарху. По этой теме высказались уже многие политические и религиозные деятели. Вот что говорят в УПЦ. У нас согласно Конституции церковь отделена государство и государство также ограничено в своем влиянии на церковную жизнь. Потому что каждый верующий обладает свободой совести и свободой исповедовать ту религию и исповедовать ее таким образом, как требует его совесть. И безусловно, совершенно в разрез с этими принципами, которые гарантированы главным законом нашей страны, звучат сегодня воззвания многих политиков самого высокого уровня. Это уже неоднократно мы знаем, что Верховная Рада обращается к Константинопольскому Патриарху, как бы напоминая ему о его непосредственных обязанностях, как будто бы народные депутаты знают гораздо больше, нежели Вселенский Патриарх, о том, что нужно делать ему, исходя из его полномочий. Но я бы заметил, что на самом деле Украинская Православная Церковь обладает всей полнотой тех прав и тех свобод, которые относятся к самоуправляемой и независимой своему управлению церковью. Мы, согласно уставу об управлении Украинской Православной Церковью, являемся самостоятельными в своем управлении. То есть у нас наш религиозный центр находится в Киеве. Мы сами избираем себе предстоятелей. В то же время те структуры, которые так или иначе аффилированы с Константинопольским Патриархатом, и те церкви, которые есть в православии, и они связаны с Константинопольским Патриархатом, они зачастую не имеют огромного количества тех прав, которые есть в Украинской Православной Церкви.